Как дела? У меня? Вы что-то знаете обо мне, дамочка? Это не вы нам цветы на кольцо положили? Лучше перегрызу себе глотку, чем еще раз сыграю Бонда, заявил Дэниел Крейг. Тогда ему предложили 80 миллионов долларов за два фильма. Крейг высокомерно фыркнул. Негордые, но богатые продюсеры тихонько сказали, Дэниел 150 миллионов. Именинник решил, тоже буду негордым и богатым. Поторговался. 150 миллионов плюс проценты от сборов. Подписал как миленький. Неплохо для парня, который был счастлив впервые сыграть Бонда за жалкие 3 миллиона. Перед тем, как заняться каким-то делом, я всегда гляжу, сколько от меня оно потребует усилий. Дэниел Крейг на службе Ее Величества уже 13 лет. Он впервые надел смокинг суперагента в 37. До этого Крейг был профессиональным спортсменом. Играл в регби. Мускулы пригодились, когда его позвали играть в боевиках. Например, с Анжелиной Джоли в Ларрой Крофт. А для фильма «Девушка с татуировкой дракона» великолепный торс Крейга наоборот прятали под двумя свитерами. Герой должен был быть неуклюжим. Как и агент 007, с женщинами Крейг тоже знакомится на работе. Может, угостите даму коктейлем? Может, даже разорюсь на два. В 2010-м Крейг и Рейчел Вайс сыграли мужа и жены. Влюбились сразу же, но свой роман скрывали. Рейчел жила в гражданском браке с известным режиссером Дарреном Ароновски и воспитывала сына. Только через год папарацци пронюхали об измене. Тогда Рейчел и Дэниел неожиданно для всех поженились. Сына Рейчел Дэниел воспитывает как своего родного. Это ведь наш дом? И пусть в нем радость живет. Собственный отец Крейга бросил семью, когда Дэниелу было пять лет. В одно из редких появлений отец сводил сына в кино. Как раз на фильм про Бонго. Сегодня Дэниелу Крейгу исполняется 50. И это до сих пор его любимые воспоминания.